Здравствуйте, вы смотрите Рынки. В студии Константин Бочкарев обсуждаем текущую ситуацию на российском рынке акций, которая уверенно растет. Процент с четвертью прибавляет индекс Мосбиржи. Он выше отметки вот этого психологического рубежа в 4000 пунктов. Если мы по итогам сегодняшнего заседания ФРС удержимся на этой высоте, это будет хороший знак для рынка. Индекс РТС плюс уже полтора процента. Российский рынок акций растет. Европа от пол до одного процента прибавляет. Конечно, нам помогают сегодня цены на нефть. Они уже более чем полтора процента плюсуют. Ну и вот те проблемы, факторы риска, которые пугали инвесторов в начале недели, они, похоже, отступают. Так, в случае с потолком госдолга США, демократы пытаются протащить законопроект, который решит эту проблему хотя бы на время. Китайский проблемный девелопер Evergrande вроде бы договорился по поводу завтрашних выплат держателям облигаций в юанях. Ну и станет ФРС в какой-то степени, наверное, уже в цене и в текущих котировках уже учтено. При этом в отраслевом разрезе у нас лучший рынок, сектор металла и добычи. Здесь, как пишут аналитики, свет в конце туннеля. Если брать прояснение вопроса с увеличением налога на прибыли компаний, не только. Ну и нефть и газовый сектор. Конечно, цены на нефть, цены на газ, они помогают. Это лидеры роста. Отстают телекомы, собственно, и инновации. Если брать истории сегодняшнего дня, то напомню, что об этом пишет РБК Инвестиции. Сегодня, в последний день, с дивидендами торгуются, во-первых, расписки ритейлера FixPrice. Можем на него посмотреть. Дивиденды здесь за первое полугодие 11,5 рублей. Финам нам об этом также пишет. И помимо этого еще у нас, как раз, если брать темы сегодняшнего дня, то по ФосАгро. В среду бумага торгуется в последний день с дивидендами. ФосАгро сейчас наравне с рынком, плюс 1%. Здесь дивиденды 156 рублей на акцию, выплаты 8 октября, соответственно, выплаты за второй квартал. Банки пришли в себя, 3,25% Сбербанк, ВТБ сейчас прибавляют. Немножко они отставали, может быть, на фоне вот этой ситуации в Китае. Ну и опять же, аналитики компании АТОН также написали о том, что министр финансов Российской Федерации Антон Силанов официально опроверг информацию, что Минфин задумывался о повышении коэффициента дивидендных выплат для госбанков с 50 до 75% от чистой прибыли. АТОН пишет о том, что это негативно для Сбербанка с точки зрения восприятия, но не меняет нашего фундаментального позитивного мнения по бумаге, который остается нашим фаворитом. Обсудим ситуацию на российском рынке акций. Сделаем это вместе с экспертом Вячеслав Смоленинов, главный инвестиционный стратег БКС Global Markets, участвует в нашей программе. Вячеслав, добрый день. Здравствуйте, Константин. Итак, главное событие, интрига сегодняшнего дня – это заседание Центрального банка США. Вот как оно, на ваш взгляд, повлияет на российский рынок акций, вообще на развивающиеся рынки акций? Не, ну если говорить в целом, то, конечно, развивающиеся рынки – так, более уязвимая, конечно, часть финансовых рынков по отношению к росту ставок ФРС, к так называемому тейперинг, с одной стороны. Но, с другой стороны, Россия настолько сильно сейчас мощная финансовая крепость, если угодно, что я не думаю, что будет какое-то драматическое влияние, в принципе. И, ну, мы же говорим о каких-то сигналах относительно ожиданий. Вот, поэтому ФРС, как известно, то, что называется data dependent, да, он зависит от того, какие данные будут исходить. Я думаю, что будут прогнозы очень осторожные, очень спокойные. Я не ожидаю большого влияния, в принципе, если говорить, если отвечать прямо на ваш вопрос. Хорошо, тогда, может быть, если по факту мы получим такие нейтральные итоги в состоянии ФРС, может быть, это будет сигнал к тому, что можно продолжать рост. Ждете ли вы обновления рекордных максимумов по индексу Мосбиржи, вот, если не в сентябре, то в октябре? Если так перефразировать. Ну, я, наверное, сентябрь-октябрь так бы близко не смотрел, но, в принципе, взгляд у нас на акции российские остается позитивным, если совсем коротко его передавать. Ну, я бы говорил, наверное, на горизонт там 6-12 месяцев. Если совсем коротко говорить, то он такой троединый. Во-первых, относительно выгодно оцененный рубль. Во-вторых, высокие цены на сырье. И, в-третьих, желание и возможность выплачивать большие дивиденды компаниями. 5 тысяч пунктов по индексу Мосбиржи увидим с 8-процентной доходностью. Поэтому пока мы позитивно смотрим. 5 тысяч пунктов по индексу Мосбиржи когда увидим? Простите, я не расслышу вас. Вячеслав, вот такой психологический рубеж, как 5 тысяч пунктов по индексу Мосбиржи, как считаете, когда увидим? Это сильный рубеж, смелое такое заявление. Но смотрите, не надо забывать, что вот эти дивиденды, 8%, они же входят в общую доходность. То есть, когда компании выплачивают дивиденды, их акции падают на эту величину, несколько снижаются. И поэтому российскому рынку расти довольно тяжело по сравнению с американским, где в основном там все это скупка своих акций. А у нас постоянно платят дивиденды и постоянно идет на сумму этих дивидендов падение. Поэтому, ну если совсем грубо поговорить, 5 тысяч это отсюда добрые там почти 25%. Я не думаю, что мы в ближайший год увидим такие цифры. Хорошо, Вячеслав, я записал ваши слова. Давайте еще немножко тему ФРС продолжим. Можно ли сказать, если смотреть на российский рынок акций в отраслевом разрезе, что какие-то сектора больше защищены от ФРС, какие-то меньше? Кто ваши фавориты? Ну, если даже будет рост ставок, то это явное признание того, что в мире есть инфляция. Сейчас в последнее время пошли модные разговоры про стакфляцию, про инфляцию. Так или иначе, это рост цен. Россия – это сырьевой рынок в первую очередь. Поэтому, ну посмотрим, как, так сказать, чувствуют себя сырьевые наши компании. Нам очень нравятся металлурги, нам очень нравятся сталилетейщики, у них прекрасная конъюнктура. Нам нравится природный газ, нам нравится новотек, дозпром. Там очень недурно себя чувствуют и наши нефтяники. Ситуация роста инфляции, они будут выигрывать даже на глобальной карте. Поэтому вот эти вот сектора такие ресурсные можно выделить ярче всего. Газпром уже выигрывает плюс полтора процента, новотек – два с половиной. Возьмем давайте сектор металлодобычи, потому что он все не лидирует. Есть публикация «Ведомостях», «Хатон» пишет о том, что вроде бы свет в конце туннеля появился. Каким может быть дополнительное налогообложение отраслей? Ну и сектор металлодобычи не лидирует. На ваш взгляд, история с налогами. Мы уже прошли фарватер. То есть можно сказать, что этот фактор риска себя уже изжил. И на ваш взгляд, какими будут в итоге новые налоги в секторе металлодобычи? Кто ваш фаворит там? Критично, чтобы мы пришли к какой-то точке определенности. Вы абсолютно правильно говорите, что вот эта вот неопределенность, она и создает самые большие проблемы на рынке. Это меньше всего, что любят инвесторы. Потому что когда можно просчитать и сказать, что да, вот такая будет дополнительная нагрузка. Вот такие там будут влияния на дивиденды. Это совсем другая история, чем что там будет впереди одному, так сказать, богу известно. И СМИ, из которых идут совершенно подчас противоречивые такие, противоречивые информации. Поэтому ждем бюджета, ждем этих финальных цифр, утвержденных. И я думаю, что это будет воспринято, если те цифры, которые сейчас известны, будут в реальности. И дальнейших рисков не будет видно. Это будет воспринято позитивно. Нам нравятся стали литейщики, нам нравится русал. Интересно. Еще одна история, кстати, которая сегодня в центре внимания. Это акции компании M-Video. Они немножко отстают, по-моему, от рынка. Там утром была, ну, буквально динамика близкая к нулевой. Ну и вот Интерфакс ранее сообщал в случае с M-Video, как раз ссылаясь непосредственно на те заявления, которые делал генеральный директор компании, о том, что не исключено, что когда-то в перспективе еще одно размещение акций нынешними крупнейшими основными акционерами. В марте было предыдущее SPO M-Video. Тогда бумага на 11% дешевле, чем по рынку, была размещена. Ну и, соответственно, аналитики рассуждают на тему того, что вот если будет еще одно дополнительное размещение акции M-Video, то краткосрочно окажет давление на котировки, писал Уралсип, но повысит ликвидность. Что вы думаете про историю M-Video? Или, может быть, есть более такие горячие темы в потребительском секторе? Ну, мы как-то скорее более нейтрально смотрим на потребительский сектор. M-Video в данный момент нельзя назвать нашим фаворитом. Нам, в частности, в секторе больше нравится, например, X5, чем M-Video в моменте. У нас были торговые идеи в этом году на M-Video с разной степенью успешности, прямо скажем. Но через X5, мне кажется, более интересно. Но, опять же, я вернусь к своему, что в ситуации, когда идет такой рост цен на сырье, когда идет инфляция, наверное, ритейл не самый привлекательный сектор в моменте. Поэтому не могу сказать, что он в фаворе. Спасибо за экспертизу. Вячеслав Смоленинов, главный институтный стратег БКС Global Markets, участвовал в программе «Рынки». Мы обсуждали текущую ситуацию на российском рынке акций. Я еще пару слов скажу о российском рубле и о конъюнктуре на нефтяном рынке. Нефть дорожает сейчас примерно на 1,5%. Помогает вчерашний отчет Американского института нефти, согласно которому мы видим то, что запасы нефти в США сократились примерно на 6 миллионов баррелей. И вот рубль на фоне этого где-то, ну, уже чуть меньше, примерно 0,2% прибавляет против рубля и доллара. А сегодня, кстати, еще в фокусе размещение ОФЗ. Ну и плюс вот эта улучшившаяся ситуация питанка. Иначе невольно все это оказывает поддержку российской валюте. Поэтому осталось только дождаться итогов заседания ФРС. Я напомню, что в 9 вечера по Москве будет опубликован пресс-релиз с комментарием к ситуации в экономике и кредитно-дережной политике США. Будет решение поставки. Здесь изменений не ждем. И как раз в 21.30 будет пресс-конференция Джерома Паула в Центральном банке США. Редактор субтитров А.Семкин